когда мы все чаще и чаще начинаем вспоминать о необходимости самонаблюдения это означает что мы стремимся пробудиться и в момент самонаблюдения мы пробуждаемся на это короткое мгновение а затем снова засыпаем поэтому стоит принять тот факт что большинство времени мы просто спим человек находится во сне и логично было бы предположить что все чего он может желать в данной ситуации это пробуждение но не все так просто прежде чем он сможет выявить свое желание пробудиться он должен осознать что находится во сне если он не понимает что спит то не будет желать пробуждения поскольку он считает свой сон явью затем когда он сможет сформулировать в своем разуме такое желание он начнет оценивать возможности и просчитывать шансы возможного пробуждения и поймет что сам по себе он не сможет проснуться поскольку одного его желания недостаточно нужно внешнее воздействие должен кто-то постучать по плечу нужно непременно найти того кто сможет ущипнуть и сказать не спи и тогда он поймет что должен прежде всего найти того кто захочет помочь ему пробудиться так он приходит к выводу что ему просто необходимо помощь извне это аллегория в точности отображает настоящее положение человека сон по сути олицетворяет тюрьму состоящую из собственных ограничений и человек просто своим мимолетным желанием не способен покинуть эти пределы пробудиться возможно но не в одиночку без помощи не сможет никто и что более важно помогающим не может стать такой же спящий нужен тот кто уже пробудился прежде вас только от пробужденного мы можем получить некие идеи планы знания это станет нашим толчком тем самым пробуждающим щипком это станет нашим инструментом по этому человеку в начале пути просто необходим учитель наставник гуру затем по мере развития осознанности он сможет отыскать гуру внутри себя но пока он спит нужны необходимые инструменты пробуждения